Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ирсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши тёплые слова. Девочки и мальчики, в свободное время всё стараюсь читать и отвечать вам по мере возможности. Давайте посмотрим, такая тема у нас сегодня будет. Что войдёт в вашу жизнь в самое ближайшее время и что это кардинально изменит, либо ничего не изменит. Давайте просто посмотрим, что войдёт в вашу жизнь и что это поменяет. Расклад будет на одну позицию, он будет общий, поэтому слушайте сигнификацию. Кстати говоря, мне вчера женщина сказала, почему вы говорите про прошлое всегда одно и то же, порадуйте чем-нибудь другим. Я сразу говорю, давайте вы измените своё прошлое, тогда что-нибудь другое будет выпадать, тогда я буду что-нибудь новенькое вам говорить. Но если вы знаете, как изменить своё прошлое, как вернуться в него, пожалуйста, отпишитесь мне в комментариях, я с удовольствием вернусь, да, с удовольствием вы вернётесь в своё прошлое, измените его, и тогда карта будет показывать что-то другое. Вот, это вот на ответ на комментарий. Давайте посмотрим сейчас, кто вы, в каких вы сейчас энергиях, да, кто вы сейчас, чтобы понимать, ваш расклад это или не ваш, в каких вы сейчас энергиях. В каких вы сейчас энергиях, король кубковый какой-то у нас тут, в каких вы сейчас энергиях, ну, вы сейчас у меня жрица, такая вся загадочная, да. В прошлом десятка мечей была, в прошлом болезненная какая-то ситуация у вас была, скорее всего, связана с любовью, вот, с каким-то наполнением. Возможно, здесь вас по магии развели, тоже у кого-то будет, вот он, король кубковый, мужчина, либо водные стихии, либо такой просто сам по себе, да, тягучий, как водичка, много говорит, мало делает. Благодаря этому качеству, да, что вот он много говорит, у него может быть много знакомых, много каких-то вот людей, да, круг общения такой, не близкий, но очень много этих людей. И благодаря своему качеству, вот то, что он может заболтать как-то вот, да, часто он выходит сухим из воды, он очень эмоциональный, он открыт, да, он может показать, что он любит, он красиво ухаживает, да, вот эти вот жесты, цветы, может быть, походы в кино, то есть смс, да, то есть вот такой вот мужчина. Ну, а такой мужчина, он не любит ответственность и бежит от неё как от огня и либо перекладывает на чьи-то плечи, к примеру, хрупкие, да, либо подводит людей к тому, чтобы они сделали так, как ему надо, чтобы потом сказать, а вот это ты приняла решение, а вот это ты решила, да, то есть опять-таки такое скидывание ответственности. Здесь, я говорю, здесь может быть разрыв отношений через верховную жрицу у кого-то, да, у кого-то могут быть тайные отношения по верховной жрице, но в любом случае, кто вы сейчас? Вы сейчас у меня верховная жрица, женщина, которая либо занимается эзотерикой, относится к миру эзотерики, возможно, вы сейчас чистки какие-то проходите, да, эзотерические знания, мудрость получаете, кто-то просто учится, да, вот там сзади неё куча-куча книг, куча информации. Возможно, вы какую-то информацию сейчас сами получаете, либо через кого-то, да, кто-то может обучением каким-то заниматься, не совсем стандартным обучением, да, верховная жрица тоже об этом говорит. Наполняетесь сейчас вы, то есть в прошлом здесь десятка мечей, да, вот какие-то ножи в спину были, очень болезненный опыт какой-то вы получили, очень мудрый вы человек, скорее всего, да, здесь у вас была уже семья, какие-то длительные отношения, вполне возможно, что и детки у вас здесь могут быть. Вот, но сейчас, говорю, вот может быть, чёрный котик у вас здесь есть, гадать можете, да, ваш кот тоже здесь может гадать. То есть такой вот, да, вы, к примеру, чем-нибудь занимаетесь, а ваш котик рядом, потому что котику нравится, вообще животные к вам тянется, да, не обязательно котик. Здесь может быть, вот у вас очень вкусная энергетика, она привлекает людей и плохих, и хороших, но, тем не менее, да, она привлекает людей и животные. Животные вот вас очень любят. Может быть, людей и животных вы не любите, но это уже другой разговор, да, но вот эти животные и люди любят вас. В каких, что сейчас, что сейчас? Ну, императрица, да, вот я говорю императрица, верховный жриц, это такое, знаете, комбо у вас сейчас. Здесь, я говорю, здесь, вы смотрите, опять вокруг вас животные, вот у вас энергетика такая, вы привлекаете. И, кстати говоря, животные вам помогают. У кого есть домашние животные, да, они могут как-то негатив лечить вас. Обращайте внимание на то, что вот, как они себя ведут, это у кого есть животные дома. Что-то вы сейчас вынашиваете. Здесь женщина держится за живот, она беременная. Какую-то, может быть, идею вы вынашиваете, да, куда-то хотите, к примеру, поехать, либо какой-то этап в своей жизни начать, да. Кто-то действительно, да, пытается забеременеть, какие-то попытки делать. Может, действительно сейчас в положении смотрит мой расклад, такой тоже может быть. Но здесь вот такая женщина самодостаточная, она сама всего добилась в жизни, она сейчас по праву занимает то место, да. Вот она до своего трона доросла сама, не через кого-то, не по головам шла. А вот, понимаете, своим тяжким трудом вот здесь человек добился. Здесь, я говорю, умный человек. Она, в отличие от императора, император прет, да, вот как танк. Вижу цель, не вижу препятствий. Здесь императрица, она более такая вот умная, да, она вот больше коммуникабельная, она умом берет. Если, говорю, император прет как танк, она по-другому действует здесь. Вот вы сейчас в таких вот энергиях. Да, здесь еще иерафант, ну все здесь. У вас какая-то там налажена связь с высшими силами. Либо вы сейчас напрямую с высшими силами работаете, да, получаете какую-то информацию, вас здесь слышат, знают, да, помогают, ведут, вот. Может кто-то, да, вот вы такой сейчас, у вас как раз-таки ваша высшая суть просыпается, и вы сейчас какой-то духовный путь себе выбрали и идете по нему. Кто-то медитациями занимается, йогой здесь может заниматься. Я говорю, здесь какие-то знания вы получаете. Либо через кого-то, либо через подсознание. Обучение, чему-то вы обучаетесь, наполняетесь. Какую-то идею вынашиваете прямо, знаете, холите, лелеете ее. Что-то вы хотите. Десятку кубков, ну, скорее всего, семью хотите, да, семью хотите, любви хотите, наполненности здесь. Вот, чтобы к вам на метле кто-нибудь прилетел с кубком любви, да, ну, только чтобы не только метлу мог предложить, но еще что-нибудь другое. Вот не оказался вот этой вот акулой. То есть у вас такое есть, что вы хотите какие-то такие стабильные отношения. Котик здесь какой красивый. Стабильные отношения хотите, да, какое-то вот, чтобы был человек, на которому можно было прийти, что-то рассказать, поделиться, да, чтобы вот всегда было какое-то мужское плечо, на которое можно опереться. Ну, если смотрит меня женщина, да, раз императрица, то здесь женщина. Хочу вот человека, который меня хотя бы просто выслушает, да, который придет на помощь, подскажет советом, не чтобы я была мужчиной в отношениях, а чтобы я была женщиной, вот этой вот императрицей. Ну, об этом, да, здесь, опять-таки, может быть у кого-то, конечно, расклад общий, да, и надо это иметь в виду. Здесь не именно, может, про семью. Может, вы какое-то общество, там, к примеру, хотите войти в какое-то общество и добиться там стабильности. Это эзотерическое общество, к примеру, стать хорошим торологом, да, либо общество, там, к примеру, какое-то, ну, не знаю, блогером стать, да, либо работу какую-то найти. Здесь такой тоже может быть расклад общий, все-таки, да, не надо ограничиваться только семьей. Потому что вам сейчас тяжеловатенько, что-то вот десятка жезлов, вы здесь нагружены, кота этого прете, вот эти метлы прете, да, вот, уже тяжело вам, но все равно кто-то сел на вашу шею, здесь присел и сидит. Это могут быть детки, к примеру, да, вы одна их воспитываете, и вам тяжело. Это могут быть, там, не знаю, к примеру, старенькие родители, о которых нужно заботиться, да, а может быть и то, и другое, и кредиты, и ипотека, там, и, в общем, здесь очень много всего. Здесь женщина очень самостоятельная, она сама вот тащит все это на себе, ей тяжело. Да, я здесь не вижу, чтобы, знаете, кто-то вам там звезд с неба падали, да, или, там, сундуки с золотом. Нет, здесь не про это. Вот вы все добили, я говорю, 10 человек добился всего сам. И все, что он имеет на сегодняшний день, это тоже благодаря вам. Но вам сейчас тяжело, тяжело. Обязанности, обязательства, может быть, кредиты, ипотеки здесь, да, что-то вот такое вот, от чего вам тяжело. И кто-то здесь вот присел, да, такой вот маленький спиногрыз рыжий. Ну, это могут быть детки, это могут быть просто обстоятельства какие-то, да, ну, всякое может быть. А может, действительно, просто котики, у вас много котиков, да, и вам приходится о них заботиться, и вам тяжело. Нахватали, нахватали, а потом думаете, боже, куда же мне теперь их всех деть. Ну, такое тоже случается, да, расклад общий. Ну, давайте посмотрим, что войдет в вашу жизнь. Что войдет в вашу жизнь в самое ближайшее время? Что войдет в вашу личную... Не ва, почему в вашу личную, в вашу жизнь. Что войдет в вашу жизнь? Что у нас войдет император? Император войдет в вашу жизнь. Прям вот он уже на пороге, вот-вот. Вот, да, здесь вот человек, он тоже, кстати говоря, любит животных. И сам он такой красивый, рогатенький у нас. Вот, разрабатывает какие-то планы. Такой человек достаточно властный, да, у него, вот я говорю, в отличие от императрицы, он прет как танк. Я вижу цель, не вижу препятствий. У него есть свое мнение, да, и вот он... Его как-то продавить очень сложно, да. Вот он, что войдет в вашу жизнь. Вот такой вот император-красавчик. Любит животных. У него как-то на этой карте такая огромная нога. Может быть, с большим размером ноги. Вот, это вам как, да, чтобы вы поняли. Но я не буду, да, что он с короной рогатый. Но это вряд ли, что вы его увидите с рогами. Ну, кто знает. Вот, может, вы будете идти по улице, где снимают фильм, и тут он вот в сияющих доспехах выскочит. Такой тоже может быть. Так, давайте посмотрим. Вот он войдет в вашу жизнь. С чем он придет? С чем этот человек придет? А, он придет, знаете, вас как-то взбодрить. Здесь вы у меня уже пылью покрылись. Лежите, ничего не хотите. Ничего в вашей жизни не меняется. Какое-то подвешенное состояние. Вот здесь скованы по рукам и ногам. Там какая-то ситуация в вашей жизни, либо вообще, в принципе, ваша жизнь здесь вот она в каком-то подвешенном состоянии. Ни да, ни нет. Никаких кардинальных больших перемен здесь нет. Здесь борьба какая-то у вас идет со своими внутренними демонами, со своими внутренними драконами. Вот, но здесь именно как внутренняя ваша проработка идет. Внутри, да, скелеты ваши в шкафу прорабатываете. Вот, а именно как внешняя жизнь, да, вот вы у меня здесь вон паутинкой покрылись. То есть это говорит о том, еще с карты повешенном, о том, что каких-то движений больших, кардинальных в физическом мире, в физическом вашем проявлении у вас нету. Да, может быть, там работа-дом, работа-дом. Это какая-то рутина, вот, да, вот у вас там бег по замкнутому кругу, как белочка в колесе, вот какая-то такая ситуация. И вы не чувствуете почву под ногами. Помните, я вам говорила, что вы хотите мужчину, на которого можно опереться, да, что вот я все тащу на себе, и мне тяжело. Вот-вот, да, подвешенное состояние, что вам тяжело, а опереться не на кого, вот, ну, некого, да. Нету мужского плеча, так скажем, да, если есть мужчины, то там мужского плеча нету. Вот, какая-то такая ситуация, да, у вас. И вот этот мужчина, что он идет, вот он идет, вот новая энергия, вот здесь этот дракон, здесь дышит этим огнем, то есть он здесь придет вас встряхнуть, паутину эту встряхнуть с вас, да, вот подвешенное состояние ваше. Он идет как механизм для того, чтобы начались изменения в вашей жизни, да. Мы сейчас посмотрим, для каких отношений, но вот он, говорю, он идет как-то вот, чтобы вы как раз-таки кардинальные перемены начались. Так, для каких отношений он идет? Ой, двойка кубков, ой, дурак. Это будет новый человек. Он придет как-то внезапно по карте башня, да. Помните, такая у Земфира песня была? Ты ворвался в мою жизнь, и я обалдела. Очень люблю эту песню, и я очень часто ее в раскладах комментирую, да, потому что вот эта карта башни у меня ассоциируется вот именно с этой песней, да. Вот вошла в мою жизнь какая-то ситуация, и я обалдела. Вот, у меня почему-то вот именно карта башни вот с ней ассоциируется. Прям вот когда я первый раз увидела карту башни, я подумала про эту песню. И вот, да, вот у вас эта башня, он как-то резко войдет в вашу жизнь. Вы, да, снесет вам голову, башню, да, снесет, как говорится, на вот. Идет для любви, идет для но, это новые энергии идет, да. Здесь с большой вероятностью дурак – это новый человек в вашей жизни, и вы еще его не знаете. Либо уже вот-вот, может быть, познакомились, да, вы можете уже общаться здесь, ходить на какие-то свидания. Вот, ваши котики уже здесь подружились. Такое может быть, да, то есть, но это как новая энергия. У кого-то, конечно, опять расклад общий, да, может быть, это какой-то там ваших из старых запасов обновленный придет, но это у маленького числа. Если бы это был личный расклад, я бы сто процентов сказала, что это новый человек в вашей жизни. Но у кого-то, да, расклад общий, у кого-то это будет и из старых запасиков. Вот, идет для любви, да, двойка кубков – это карта единения, карта свиданий, карта влюбленности. Если вы эзотерик, здесь, кстати говоря, смотрите, две шапки, то есть, человек тоже может быть причастен к миру эзотерики. Либо он не будет препятствовать, да, вашему развитию в этом направлении. То есть, бывают такие мужчины, которые говорят, нет, вот этим ты не занимайся, да, это плохо, так далее, тому подобное, и как всячески препятствует. Здесь вот этот человек, да, вот здесь две шляпки, здесь он не будет препятствовать этому. Если вы хотите заниматься, если вы этим занимаетесь, он даже как-то может поощрять вас в этом. Вот. Здесь даже карты, что интересно, уже отметили, что это кардинально изменит. Паутину с вас, с это самое, собьет, да. Новые энергии войдут ваши. Так, что здесь еще? Что это кардинально изменит? Ну, понятно, что у вас будет чувство, будет воодушевление, какие-то новые планы у вас здесь, да, вот, новые планы вы здесь стоите на краю чего-то грандиозного, вот, здесь это будет. Ну, давайте посмотрим, что это кардинально изменит. Вот этот человек пришел в вашу жизнь. Вот вы влюбились, да, вот, снесло вам башню. Давайте посмотрим, что это кардинально изменит, что это кардинально поменяет. Ну, во-первых, прояснится ваше прошлое, да, уйдет ваше прошлое в всякие тайные, вот, да, верховная жрица, это карта тайн, карта, ну, так скажем, да, в кавычках темноты. И вот на место верховной жрицы придет солнце, то есть ваше прошлое, шестерка кубков, останется в прошлом. Все ваши какие-то разочарования, неудавшиеся отношения, да, ваши вот какие-то старые отношения, которые вы не могли оставить в прошлом, да, привычки какие-то, привязки. То есть вот это вот прошлое, которое вам не давало прям покоя, понимаете, оно вас изводило здесь. Здесь прояснится эта вся ситуация, и вы это прошлое оставите в прошлом. Опять-таки, да, что кардинально изменит, вы оставите, наконец, прошлое там, где ему и место, там, где оно и должно быть. Что еще это кардинально изменит? Ну, здесь он как шанс, понимаете, здесь он шанс для построения отношений вам идет. Да, он, смотрите, карта смерти здесь трансформации прямо будет. Он трансформирует ваши ожидания, то есть вы чего-то ждали здесь, да, там, к примеру, просили высшие силы, там, когда же придет человек для отношений, когда же у меня будут отношения. Вот у других там семья, дети, а я как белая ворона, кто-то мог говорить, да, у кого-то там говорили, вот, почему мне дают людей так кармических постоянно, да, когда же мне придет некармический. Ну, такие какие-то, да, могли у вас быть мысли, что почему вот всем, там, к примеру, кому-то везет в любви, а вот мне не везет. Такое может быть, да, такие слова могли у вас звучать. Но он идет как шанс, да, вот он идет разрушить какое-то ожидание, потому что здесь вы ждали этого человека, вы просили могли этого человека, да, там, не знаю, там, к примеру, список, как карта желаний, да, либо вы напрямую с высшими силами просили человека. Здесь вот вы ожидали какого-то человека, да, карта ожиданий. Так вот, что это кардинально изменит, вот у вас трансформация начнется, понимаете, вы будете наполняться, вы будете как-то по-другому себя ощущать в этом мире, меняется ваше сознание, да, вот ваша высшая суть. Здесь вы будете понимать друг с другом человека, да. По императору не могу сказать, что это будет человек такой прямо, знаете, которому можно манипулировать, да, или которому можно подмять. Здесь не тот типаж. С императором бывает сложновато, потому что у него, да, есть его мнение, и оно обычно, только его мнение самое правильное, других мнений не существует. Здесь может быть такое, что человек пройдет со сложным характером, потому что, да, для того, чтобы стать императором, надо где-то быть жестковатым. Так просто императором не становится, не дорастают, да, из пажиков. Поэтому здесь такой человек тоже будет с опытом. Но самое, что интересно, он к вам будет прислушиваться, потому что здесь он такой, может быть, с виду, да, неприступный такой весь император-император, но он вас будет слушать, понимаете. Здесь вот он, да, вот он как, он внутри король Пентаклис, что самое интересное, карта показывает. Очень справедливый. И он будет нацелен, да, вы для него как целый мир будете. Вот вы главное, да, вот если раньше, к примеру, вы были где-то на обочине отношений, карта мир говорит о том, что он здесь будет, вы его мир, да, вот вы центр его вселенной будете. Он будет заботиться о вас, он будет делать какие-то презенты, он будет показывать вам своими. Здесь человек – дело, да, не то, что я там много говорю и мало делаю. Здесь, наоборот, он может мало говорить, но много делать. Так вот, что это кардинально изменит? Здесь карта романа, шанс на построение отношений. Мы пока не будем смотреть дальше, да, что там у вас дальше будет, семья, не семья. Просто на данный момент, да, и вот сейчас важно этот шанс не упустить. Туз Пентакли. Этот шанс, вот, что вам нужно сделать, чтобы этот шанс не упустить? Не цепляться за прошлое. Здесь, да, слушайте, здесь надо, во-первых, духовно возрождаться. Карта суда говорит, не сидеть над зла, там, чахнуть над своим прошлым. Каких-то, вот вы сели на этом сундуке и сами себя заточили. Вот здесь-то окно открытое, прыгайте и бегите. Нет, а вы здесь у меня сели и сидите уже, уже вросли в этот чемодан, в этот сундук. Поэтому здесь не сидите, общайтесь, выходите, выходите в этот мир. Кто может, да, мы все знаем ситуацию в мире, поэтому, ну, не все могут. Ну, вот, интернет, не знаю, друзья, походы куда-то, музеи, выставки, кино. Просто в парк погулять, да, вот не сидите. У кого действительно нету там возможности, ну, вот интернет. Ну, как-то, потому что здесь вот не сидите в заточении, не сидите одна, не ждите у моря погоды. Вот что. Духовно просвещайтесь, возрождайтесь. Вот свою дудочку плетите, свою судьбу, и пускай кто-то там пляшет теперь под вашу дудочку, а не вы. Понимаете, вот такая вот ситуация здесь. Да, пускай теперь король кубков под вашу дудку пляшет. Но он в дьяволе, вот этот король кубковый, он в дьяволе прям сидит, да. Да, 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 он о чем-то материальном завис, и там еще какая-то женщина, не хочу даже про него смотреть, все. Вот, поэтому мы смотрим про императора. Поэтому что войдет в вашу жизнь, войдет вот такой вот император и кардинально поменяет вашу жизнь, трансформирует карта смерти, да. Но не упустите это шанс. Вот не сидите вот, пожалуйста, вот так. Девочки, я вас всех люблю, целую. Либо делайте выводы по поводу расклада, либо не делайте. Это только ваша жизнь, только ваша ответственность. Вот, я только говорю, что показывают карты, а дальше это уже решаете вы. Я вас всех люблю, всех целую. Посылайте энергию любви, энергию благодарности. Сейчас очень тяжелое время. И чем больше вы посылаете любви и благодарности, тем быстрее эта ситуация закончится. Не поддавайтесь, пожалуйста, на негатив, да, на негативные всякие эмоции. Не поддавайтесь на манипуляции всяких вот этих вот манипуляторов, да, чтобы это все затянулось. Просто вот энергию любви и созидания. Посылайте и благодарность. Я вас всех люблю, всех целую. Всем скорейшего выздоровления, кто болеет. Всем скорейшей любви, кто хочет любви. И всем работы хорошей. В общем, всех люблю, всех целую. До новых встреч.